Центральная мысль заключается в том, что общественность все-таки заинтересовалась этими проблемами, которые есть на Украине, причем на хорошем уровне, с глубокой компетенцией. Более того, здесь представители международных организаций, то есть это очень важно, например, для Украинской Православной Церкви, когда ее проблемы видит только она одна, знаете. А здесь плечо подставили не только представители наших братских поместных церквей, но и представители на хорошем уровне и протестантских динаминаций, и инославных. И это очень дорого, потому что это братское отношение к верующим Украинской Православной Церкви, где нарушены права не только верующих, но и Украинской Православной Церкви, как религиозной организации, общин, епархий. Ну, очень важно для новой власти в Украине понять, что это не может оставаться. Как у нас некоторые говорят, ну, вы знаете, мы руки умоем и уйдем. Надо восстановить законность, надо восстановить правопорядок, надо восстановить Конституцию по отношению к Церкви. Мне кажется, что вот те выступления, которые мы послушали, они касаются исключительно Украины, они дают вот возможность, что вот эта проблематика не только будет будироваться, но и будут какие-то найдены пути, потому что везде же такие проблемы возникают. Люди же несовершенны, да, и Церковь сама богочеловеческая, да, то есть она состоит и из праведников, из людей, которые хотят подняться на какие-то высоты. То есть обрести какие-то пути к восстановлению справедливости, к прекращению гонений на Православную Церковь. Сейчас они притормозились несколько, ну и надо, конечно, всему, значит, духовному, международному сообществу, помочь Украине, так сказать, стать действительно на декларируемые ей пути демократии, свободы и уважения к Церкви и к верующим человекам. Информационное бюро «Спектр», Москва.